привет друзья рада видеть вас на моем канале и сегодня мы с вами будем готовить летний и холодный супчик который называется свекольник он немного напоминает по смыслу окрошку но по вкусу чуть-чуть другой а так как он готовится из овощей без мяса к нему мы подадим куриное филе запеченное в духовке тоже конечно же холодное берем куриное филе и натираем его смесью соли и перца со всех сторон заворачиваем фольгу и убираем в духовку готовим при температуре 200 градусов примерно час точное время зависит от размера кусочков теперь займемся свеклы свеклу нужно очень хорошо помыть и очистить от кожуры а затем еще раз сполоснуть под водой это делается потому что мы будем использовать свекольный отвар он должен быть максимально чистым очищенную свеклу кладем в кастрюлю с холодной водой и варим до готовности точное время зависит от того молодая у вас свекла или нет и от ее размера свекольный отвар ни в коем случае не выливаем он нам еще пригодится вареный картофель нарезаем небольшими кубиками как варить картофель я снимать не стал и думаю ты лишних и также кубиками нарезаем огурцы кстати огурцы можно было бы натереть на крупной терке но мне так нравится не очень поэтому я всегда режу дальше нам нужно измельчить яйцо я это делаю с помощью специальной яйцерезки и теперь берем редиску срезаем с нее хвостики и натираем на крупной терке вот редиска на терке мне нравится готовую и уже остывшую свеклу мы тоже натираем на крупной терке в этом рецепте нам понадобится лишь половина сваренной свеклы поэтому вы можете оставить часть его целые или натереть всю и и вторую половину использовать для салата теперь берем красивую свежую зелень и тоже ее режем у меня был укроп и зеленый лук но вы можете брать любую какая вам больше нравится возвращаемся к нашему свекольному отвару нам нужно добавить в него соль лимонную кислоту и возможно сахар по вкусу и выдавить чеснок все хорошо перемешать разлить по графинам и убрать в холодильник отвар должен быть очень и очень холодный ну а пока отвар будет охлаждаться мы соберем нашу свекольную окрошечку берем большую кастрюлю или большое блюдо главное чтобы у вас все уместилось и смешиваем в нем нарезанный картофель яйца огурцы натертую на терке редиску половину натертой свеклы и нашу свежую зелень я обычно окрошку на этом этапе никогда не солю а делаю это непосредственно в тарелке мне кажется так она хранится дольше потому что я готовлю сразу большие порции едим мы это примерно три-четыре дня теперь все очень тщательно перемешиваем берем тарелку накладываем туда наш свекольник заливаем холодным свекольным отваром и добавляем сметанку лучше конечно деревенскую солим и перчим по вкусу и все это перемешиваем это просто божественно особенно в такую жару потому что у нас положение стоит температура плюс 33 градусов в тени уже примерно неделю и так обещают нам весь июль мне кажется я буду есть такие супы каждый день потому что горячую пищу есть до вечера я просто не могу приятного вам аппетита